Друзья, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я хотела бы рассказать вам о мозаиках метро города Санкт-Петербург. Ранее у нас на канале уже выходило подобное видео, оно было посвящено мозаикам метро Москвы, а именно за москворецкой линией. Это зеленая ветка. Изначально я хотела снять видео о всех мозаиках метро Санкт-Петербурга, но, как оказалось, их довольно много, поэтому в этом ролике мы не будем нарушать традицию и возьмем одну ветку за основу. В нашем случае это фиолетовая ветка, фрузинско-приморская, и пройдемся по всем подходящим станциям на ней. Мы будем двигаться постепенно от юга к северу и начнем с самой первой станции с мозаиками, это станция Бухарестская. Строительство ее было начато в 1988 году, но сама станция открылась уже в 2012. Ее украшают две монументальные мозаики во флорентийской и классическом вариантах. Одна из них находится в верхнем вестибуре над эскалаторами, ее снять мне в хорошем качестве не удалось, поэтому прикладываю фотографию. На мозаике изображен пейзаж Румынии, панно выполнено во флорентийской технике из крупных фрагментов, и в качестве материала использован мрамор. Панно выглядит очень графично и привлекает внимание. В нижнем зале станции располагается другое мозаичное панно, на нем сейчас остановимся подробнее. Панно называется «Осень» и изображает небольшой фрагмент пейзажа с четкой центральной композицией. Панно собрано из смальты, оно очень яркое и красочное, прекрасно передает атмосферу осеннего времени года. Сам модуль крупный, но при этом нельзя не отметить, насколько аккуратно он наколот и как тщательно подогнут друг к другу элементы. По моим наблюдениям, панно выполнено целиком из блинов, особенно мне понравилась идея симметрии изображения. Как видите, правая арка размещена прямо на двери, что с технической точки зрения, конечно, не так надежно, но зато какая красота. Двери я, кстати, не сразу заметила. Кроме центрального панно на станции, можно заметить маленькие вставочки по верхней части стен зала. На них изображены летящие осенние листочки. Мозаики станции были выполнены в мастерской Александра Быстрова. Переходим к нашей следующей остановке. Это станция метро «Волковская». Здесь расположены две мозаики, выполненные во флорентийской технике. Обе посвящены пейзажу, на котором изображены окрестности места, где расположена станция. Одно из мозаик мы сейчас можем увидеть на видео. Это довольно крупное панно, выполненное в графическом стиле, в тонах и оттенках сепия. Особенно советую посмотреть на эту мозаику вблизи тем, кто увлекается шлифовкой натурального камня в своих работах. Как интересно может играть цвет и оттенок материала, сколько всего оттенков можно получить из одного слэба натурального камня и как выглядит шлифованный камень. В общем, это панно целый кладезь информации для тех, кого интересует данный вопрос. Мозаики были выполнены в мастерскую Александра Быстрова, а сама станция была открыта в 2008 году. Особенно необычным мне показалось ее освещение. Оно немного напомнило космический корабль. Так странно там смотрится мозаика из натурального камня в стилистике сепии. По мне так сочетание необычное, а вы что скажете? Ну а мы движемся дальше, и следующая остановка – Звенигородская. Ну тут уж можно немного задержаться. Во-первых, станция примечательна сама по себе. Мне лично она напомнила Маяковскую в Москве. А во-вторых, на ней располагается самая крупная мозаика метрополитена в городе. Сама станция была открыта в 2008 году, а строительство началось гораздо раньше, в 1994. Советую посетить Звенигородского всем тем, кто увлекается как мозаикой, так и архитектурой. Станция и правда очень красивая. Теперь перейдем к мозаике. Автор мозаики – Александр Быстров. Панно выполнено из смальты, из крупного модуля. Но, как и в предыдущих случаях, модуль очень аккуратно наколот и подогнан. Живые мозаики очень тонкие, четкие, само панно невероятно живописное, и создается впечатление, что оно написано масляными красками на холсте. Настолько искусно подобраны цвета. Хочу отметить одну вещь. Вы часто спрашиваете, каким образом можно заменить золотую смальту на изображении. Ответ очень простой. Заменить можно простой смальтой. Главное – правильно подобрать оттенки. Обратите внимание на фон и отдельные детали изображения. Это не золото, это смальта, грамотно подобранная по цвету. На расстоянии вообще от золотой смальты не отличить. Еще одна особенность – это живость и живописность изображения. При близком рассмотрении в каждом небольшом фрагменте использовано много оттенков смальты, близких по тону, но не обязательно по цвету. Вблизи такая мозаика кажется очень пестрой, но стоит отойти на небольшое расстояние, и все становится цельным и при этом очень живым. Такой прием используют в живописи, в росписях и вообще в любом монументальном произведении. Также подобный эффект можно использовать и в работах небольшого размера. А мы покидаем Звенигородскую, и следующая наша остановка – это станция метро Адмиралтейская. Станция наполнена декоративными элементами, среди которых присутствуют мозаики, витражная композиция и перельефы. Звенигородская примечательна тем, что является самой глубокой станцией в России и одной из самых глубоких в мире. Она находится на глубине 86 метров. Центральной мозаикой станции является панно основания Адмиралтейства, выполненное Александром Истровым. Панно выполнено из смальты в стилистике исполнения, подобно предыдущему примеру. Цветовая гамма здесь более спокойная и гармоничная, без ярких акцентов, но не менее живописная. Обратите внимание на изображение облаков, насколько они графичные, объемные и выделяют фигуры на переднем плане. Надпись «Основание Адмиралтейства» выполнена очень тонко. Мне кажется, здесь использовали гидроабразивную резку по стеклу. Следующая в нашем списке – это станция с мозаиками, которая называется «Спортивная». Она интересна как своими мозаичными панно, так и архитектурным построением. Станция является двухъярусной, что выглядит очень необычно, особенно когда попадаешь на нее в первый раз. Верхние и нижние ярусы соединены эскалаторами. На нижнем и верхнем ярусе ездят поезда. Очень забавно, но когда едешь в сторону центра, то проезжаешь нижнюю станцию, а когда от центра, то верхнюю. Станция была открыта в 1997 году. Позже появился дополнительный выход, расположенный на Васильевском острове, соединенный со станцией с трехметровым пассажирским туннелем. Станция украшена несколькими мозаичными панно, выполненными Александром Быстро. Первое панно украшает стенку над эскалатором и посвящено спортивной тематике. Панно носит название Олимпийский огонь. Второе панно расположено на нижнем ярусе, носит название Бек, и давайте рассмотрим его поподробнее. Помните, я говорила о том, как можно сымитировать золотую смальту в мозаичном панно? Вот прекрасный пример очевидного золотого панно, выполненного без использования золота. Пожалуй, это самое эффектное из панно, которое мы рассмотрим сегодня. Оно невероятно гармонирует с архитектурой, тематикой станции, очень аккуратно и профессионально выполнено художником. Стиль художника соблюден в этом панно. Как видите, все модули очень аккуратно подобраны друг другу. Панно собрано с тоненькими и аккуратными швами. В работе использовано смальтовой длины. Меня особенно впечатлил колорит изображения и фон. Только посмотрите, сколько оттенков использовала художника, и как хорошо они гармонируют между собой на общем полотне. Также на станции присутствуют мозаичные вставки с портретами Олимпийцев, античности и современности. Панно были созданы в 2000-х годах. Кроме всего прочего, станция украшена еще одним мозаичным панно с изображением богов Олимпа. Оно также украшает стенку над эскалатором, но уже второго вестибюля. Так много мы сегодня посмотрели работ художника Александра Быстрого, не правда ли? Не пора ли нам немного отвлечься на что-нибудь еще? И для этого мы перемещаемся на следующую станцию нашего путешествия. Это Крестовский остров. Признаюсь честно, на то, чтобы заснять все мозаики на Крестовском острове, у меня ушло больше всего времени. Хоть панно здесь и небольшого размера, но размещены по всему периметру, и их довольно много, 12 штук. Первое, что хотелось бы отметить, станция очень гармонично смотрится по колориту и вместе с мозаиками составляет цельную картину. Второе, в мозаиках использован натуральный камень, и совершенно отличается техника сборки мозаики от той, что мы видели с вами ранее. Станция была открыта в 1999 году, но сами мозаики появились чуть позже, в 2001. Оно изображает аллигарическое воплощение рек и островов Санкт-Петербурга в образах античных и древнеегипетских мифических персонажей. Авторы эскизов художники Репин, Сухов, Уралов и Фомин в содружестве с мастерской Форус. Мозаики центрального зала посвящены женским образам рек – Невы, Фонтанки и Мойки. Обратите внимание на цветовую палитру изображения, все они выдержаны в одном колорите, где белый фон является связующим между остальными оттенками. Очень понравилось изображение водной глади на мозаиках. Вода обозначена тонкой полоской темно-серого цвета, без лишних деталей, что очень минималистично. Мозаики на путевых тенах изображают острова и воплощены в мужских античных образах портретах. Хотя портреты более монументальны, они выполнены не менее изящны, чем женские фигуры. Несмотря на то, что натуральный камень считается менее прочным материалом, чем смальта, и чаще подвергается разрушениям, на панно очень мало повреждений. Я заметила всего несколько осыпавшихся участков. Интересная деталь станции – это зеркала вестибюля. Обычно такой прием используют для визуального увеличения пространства в интерьере, а на платформе не выглядит особенно хорошо. Давайте теперь посмотрим на модуль. Он отличается от того, что мы видели ранее. Швы более широкие, сама поверхность довольно неравномерная. Камень кололся при помощи молотка для колки и выкладывался стороной скола вверх. В случае мозаичных панно и смальты материал выкладывался лицевой и обратной стороной вверх, без скола верхней части. Станция обязательно к посещению, если вы любите мозаику из натурального камня, да и просто красивые архитектурные сооружения. Следующая наша остановка – это станция «Старая деревня». Она была названа так по расположению в одноименном историческом районе. Станция была открыта в 1999 году и содержит одно мозаичное панно небольшого размера, но очень живописное и красиво оформленное. Если честно, впервые вижу, что мозаики метро оформляют таким образом. Обратите внимание на то, насколько минималистичен интерьер вокруг мозаики и как монументально оформлено само панно. Такое решение, несомненно, выделяет мозаику, и ее видно издалека, хотя размер изображения небольшой. На панно изображен приморский пейзаж. Посмотрите, как необычно выполнено небо и солнечные блики. Автор мозаики – Александр Быстров. Мозаика очень красивая. Если будете в Санкт-Петербурге, обязательно посетите станцию в «Старая деревня» для ознакомления. И последняя остановка на сегодня – это Коминтанский проспект. Станция была открыта в 2005 году и облицована металлокерамическими плитами. Она богата украшена мозаичным панно, самое центральное из которых – это полет на воздушном шаре. К сожалению, мне не удалось подойти к нему ближе, поскольку пространство перед мозаикой ограждено, но немного поснимать и пофотографировать все же удалось. Мозаика мне очень понравилась. Она настолько яркая и жизнерадостная, настолько солнечная, что хотелось рассматривать снова и снова. Кроме основной мозаики на станции расположены около 18 мозаичных медальонов с изображением авиаторов и еще два с память надписями. В стиле изображения медальонов мне напомнил черно-белые фотографии, только здесь дополнительный акцентный цвет – синий. Стилистика и техника изображения совпадают с остальными панно Александра Быстрова. Да, это тоже его мозаики. Такая же аккуратная и живописная поверхность. Ну что, наше путешествие подходит к концу. Когда монтировала видео, подумала, что в принципе его можно было бы назвать мозаикой Александра Быстрова. Однако не забываем, что у нас есть станция Крестовский остров. Поэтому пусть будут мозаики фиолетовой ветки метро города Санкт-Петербург. Пишите в комментариях, какие мозаики вам понравились больше всего. А также не забывайте заходить к нам на сайт онлайн-обучения artworker.school и читайте там новую статью о мозаиках метро Санкт-Петербург. А также не забывайте про наш архив. Там мы тоже добавили большое количество фотографий мозаик. А мы желаем вам творческих успехов и вдохновения, и увидимся в наших будущих видео. Всем пока!